Идеальный мужчина Это такой То на самом деле это была моя ирония Каждый день должен приходить домой Не позднее 7 часов Никогда не задерживаться с друзьями И домой никого не приводить Он должен приходить домой С сумкой продуктов Подарков для детей и для мамы и жены Он должен участвовать в приготовлении ужина Гладить свое белье Белье жены и тещи Пылесосить в квартире Выгуливать собаку попутно выбрасывая мусор Помогать учить уроки Всем детям Посещать все родительские собрания Проводить все выходы дома При этом выгуливая семью В разных интересных местах Будь то каток, цирк, парк Или картинная галерея А еще идеальный муж Должен каждый вечер Падать в ноги маме и жены То есть тещи и говорить Спасибо мама Что такую дочку Кто ты родила Сейчас я вам расскажу на самом деле Какой должен быть идеальный муж с моей стороны Ну во-первых Ну Это такой женский взгляд на мужчину Может быть мужчина по-другому бы описал идеальному мужу Я опишу как вот я как женщина думаю Каким должен быть идеальный муж Итак Идеальный муж это в первую очередь ресурсный мужчина То есть прежде чем выйти замуж за человека Который в будущем возможно станет вашим идеальным мужем Позаботьтесь о том Чтобы это был ресурсный мужчина Мужчина который может и хочет развиваться Работать У которого есть идеи У которого есть какой-то внятный взгляд о том Какое будущее у него и у его семьи Если он вот такой вот классный парень Разбирается в музыке Вот Любит домашних животных Кошек, собачек Но при этом пока не работает И берет деньги у мамы Вот А вы потом вышли за него замуж И после этого он стал не идеальным мужем Смотрим пункт первый Сами виноваты Сами теперь и расхлёбывайте Пункт второй По поводу идеального мужа Девчонки, друзья мои, ребята Я глубоко убеждена Что мудрая женщина творит идеального мужа сама Мне моя бабушка еще 25 лет назад говорила Что самое лучшее украшение женщины Это мужчина, который ведет ее рядом под руку Вот Это не браслетики и не колечки Это не машины и не дома Это мужчина Ааааа Итак, чтобы выйти замуж за генерала Забыла, на чем я остановилась Итак, чтобы выйти замуж Итак, чтобы стать женой генерала Нужно выйти замуж за лейтенанта И делать этого генерала Своими собственными руками То есть быть в первую очередь Мудрой женщиной И дальше будут такие у нас три маленьких бытовых совета Каким образом нам нужно из лейтенанта сделать генерала Кстати, по поводу ресурсности мужчины Имейте в виду, я сказала, выйти замуж за лейтенанта, а не за солдата Помните о том, что у мужчины изначально ресурс этот должен быть Итак, помним о принце, за которого выходили замуж Основная проблема всех жен какая Начинается, тут не доделал, там не удовлетворил Полочку криво повесил Вот, а составь ко мне, дорогая моя Ну, на приеме я вот работаю Списочек Что ты любила, что восхищала тебя в твоем парне Когда он еще за тобой только ухаживал И начинается, как вы им гордились Как парнюшки, подружки вам завидовали Потому что он вам цветы дарил по поводу и без повода И в театре вас водил И так замечательно вам обо всем рассказывал Потому что он умный, у него два образования У него такой юмор И он вас вот туда вот свозил И вот этот вам починил И все прочее И оказывается, он каким был, так и остался У вас просто замылился взгляд И изменился угол зрения на него Вот, вы привыкли к мужу относиться потребительски Дай это, должен то Сделай мне все Вот, помыкать им Пойди, принеси, должен Дай, купи, обеспечь и прочее Вот, почаще нужно откатываться Возвращаться к точке отсчета Да, с которой начался ваш идеальный муж И вспоминать, какой он принц За которого вы ходили замуж Следующий Пункт, очень важный для идеального мужа Встречать мужа с улыбкой Ну вот, вы знаете, вот такой вот Совершенно простой совет Но он очень работающий Встречать мужа надо не так вот Че приперся? В два часа ночи Где ты шалялся? Вот, встречать нужно с улыбкой Привет, дорогой Вот, а дальше будет решено Эта улыбка 50% проблем Вот, я не сторонница Такого бихевиористского подхода Вот, я за комплексный подход Вот, но если вы возьмете за правило Что сначала любовь и улыбка А потом все остальное Ну, множество ваших проблем исчезнет Ну и, наконец, последнее правило Нельзя указывать мужу Что он должен делать, что не должен Где он должен быть, а где не должен Как должен жить, как не должен Вот, максимум, что вы можете сделать Это определить с ним совместную стратегию Ваших жизненных планов Там, на досуг, на отпуск На финансовые траты На какую-то там стратегию поведения С родителями, с детьми и так далее Вот, но указывать такая, знаете, как это Старуха в сказке о рыбаке и рыбке Так вот сидеть, повелевать там Пойди туда, принеси то Вот это вы делать сами не должны Тогда мужчина рядом с вами превратится В идеального мужа И глядишь, что-нибудь вам И сделает А теперь, пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok